всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео из серии синтезирую это я хотел бы поговорить о том как можно создавать самому так называемые райзеры то есть такие эффекты которые обычно перед танцевальной дроповой части у нас возникают давайте послушаем что у меня есть месяц такой небольшой танцевальный набросок и вот здесь есть такая мини ямка перед опять темой и соответственно здесь вот я хочу чтобы у меня появился такой тразер эффект у меня он здесь уже создан синтезаторе массив сейчас мы это все дело заново рассмотрим просто покажу вам саму идею то есть такой звук я его восстанавливаю с буфера записи то есть просто удерживается нота которая воспроизводит синтезатор и синтезатор определенным образом настроен здесь опять же не обойдется без модуляции и работы с огибающими из элфа давайте рассмотрим этот эффект я использовал для него массив в принципе можно использовать любой синтезатор где есть генератор шума то есть он здесь играет такую одну из ключевых ролей давайте пока отключу осциллятор отключу фильтр и посмотришь происходит и сфокусируясь на этом моменте то есть мы слышим появление белого шума это делает вот эта секция но из как видите колл color это такой скажем так фильтр высоких частот на шуме сейчас я просто отключу эту автоматизацию то есть таким вот образом у нас происходит работа с но с шумом вот и моя задача сделать изначально чтобы звук был такой низкочастотный и громкость шума была на низком уровне то есть как то так и дальше я включаю автоматизацию точнее модуляцию которую меня назначена на 2 огибающие вот 2 огибающие и вы видите здесь у меня просто очень длинная атака то есть постепенно идет возрастание вот этих двух параметров то есть вот видите я назначил открытие параметры на максимум в обоих случаях и у меня вот просто по вот эти ручки как бы со временем начинают вот так вот подниматься таким образом вот достигается такой эффект основной белого шума и далее я добавил еще осциллятор который просто воспроизводит квадратичную волну и на нем уже от первого но тоже такой же достаточно длинный огибающий назначена автоматизация модуляция точнее на 33 тона вверх то есть она поднимается на 33 полутона вверх и также здесь стоит еще lfo который добавляет этого биение под конец вот это lfo 5 и как мы видим вот это 2 огибающие 2 огибающие моделирует уровень лфо то есть изначально вообще не работает то есть у нас звук не вибрирует но с удержанием ноты у нас вот это огибающий возрастает и влияние лфона а вот этот пич увеличивается то есть помимо того что пич сам по себе увеличивается постепенно во времени за счет вот этой первой модуляции у нас еще лфо начинает добавлять такой вибрирующий эффект так как у меня здесь рейд достаточно быстрый стоит и получается такой интересный эффект разгонки можно кстати попробовать сделать здесь все огибающие длинные можно попробовать сделать рейд тоже с небольшим разгоном может быть к примеру взять вторую огибающие чтобы поначалу рейд был поменьше у лфо а потом он увеличился под самый конец но это конечно слишком заметно то есть лучше все таки сделать рейд побольше изначальный ну и в принципе наверное еще побольше сделаю что-то прям такой чтобы не было ощущаемого такого биения то что немножко начинает звучать странновато и слишком переманить на себя внимание то есть это должен просто как спецэффект это не должно быть какой-то музыкальные какая-то фраза и у меня здесь состоит ревер который также открывается то есть его подмешивание тревера по со временем вот этой же вторым огибающий у нас открывается таким образом под конец ревер звучит мы вообще этот звук звучит более эпично и более так масштабно таким вот образом можно делать интересные эффекты также можно попробовать сделать к примеру огибающую панорамы и эту огибающую чуть-чуть замедлить то есть можно например здесь сделать встроенной огибающую и сделать замедление постепенное и также сделаю увеличение скорости от той же самой встроенной огибающей писать очень удобно когда есть специально огибающие внутри of a и самое главное у нас это фильтр который фильтрует изначально звук то есть чтобы у нас не было этого и начальной атаки синтезатора позже звучит немножко странновато поэтому нас фильтр изначально закрыт и постепенно открывается на максимум можем сделать чуть побыстрее открытия а тут огибающий еще больше замедлить слишком рано начинается биение ну я думаю эффект понятен то есть это можно дальше экспериментировать бесконечное количество раз и каждый раз будет что-то чуть-чуть по-другому звучать можно экспериментировать с другими волнами изначальными то есть уже будет чуть звук другой ну и вообще тут большое поле для творчества можно еще делать дополнительную модуляцию например того же 1 осциллятора например попробуем ну то есть я думаю идея понятно то есть это можно делать экспериментировать очень долго но это послушаем что у нас получилось я бы даже наверно сделал таким образом что мне изначально этого синтезатора со самой ноты не слышно и она появляется чуть позже то есть тоже с к примеру вот это огибающая сейчас поставлю на максимум и ну и и и и и и и за счет это огибающий так как она также назначена на общий усилитель всего синтезатора можно также вместе с фильтром редактировать скорость от этого открытия звука ну то есть дальше уже можно это все дело как-то править вот в принципе так ты все делается то есть для этого можно использовать разные синтезаторы вам главное нужен шум и достаточное количество модуляций то есть несколько огибающих несколько лфо и умение их друг от друга модулировать скажем так и дальше уже просто полет фантазии ну по сути не ограничен то есть можно делать что угодно то есть основа такая вы таким образом делать вот этот так называемый райзер эффект ну что ж с вами был дмитрий урсул в этом видео у нас все увидимся с вами следующих видео уроках если остались какие-то вопросы пишите всем успехов творчестве увидимся всем пока